Продолжение следует... 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 по спонсированию различных проектов в области языка знания. В-третьих, я руковожу издательством, которое является одним из лидеров на рынке научной литературы по гуманитарным дисциплинам различным и делаю еще очень много разных всяких вещей, которые не менее интересны, чем перечисленные. Но сегодня, честно говоря, хотел поговорить о следующем. В 2015 году вышла книга, которая называется «Что такое Африка?». И это был мой первый опыт в научно-популярной сфере. Я до этого, честно говоря, занимался чистой наукой и писал, если книжки, то такие чисто научные, наукообразные. Они написаны таким языком, что я, честно говоря, сам читать их не могу. Потому что научный язык у нас в стране, у нас так принято, он очень сложный. Ты должен использовать кучу разных терминов, ты должен пользоваться терминологией, понятной исключительно вот этой вот узкой касте ученых, которые занимаются твоей областью деятельности. И поэтому простой человек, открывая эту книгу, он сразу теряется, грустнеет и закрывает ее успешно. Ну вот в 2015 году пришла идея в голову написать научно-популярную книгу. И как ни странно, она очень хорошо пошла. Африка — это такая сфера, которой мало что известно. Широкий читатель практически ничего не знает. Я довольно много, когда преподавал студентам, например, про африканское языкознание, я встречал от них самые удивительные вопросы, которые меня ставили в тупик. Я понимал, что на самом деле просто мы мало что знаем про Африку, поэтому было принято решение написать научно-популярную книгу. И после нее пошли различные лекции. Особенно после того, как мы получили премию «Просветитель», я стал ездить на различные книжные фестивали, на лекции, встречаться с людьми, которым это просто интересно, но которые специалистами не являются. И вот так родилась моя научно-популярная-просветительская деятельность, популяризация науки, в рамках которой я сегодня здесь нахожусь. Но сегодня у нас речь будет не об Африке, а именно о языках. Вот смотрите, в припадке «Вдохновение» я нарисовал вот такую карту, которая показывает, сколько на свете языков. На свете порядка 7 тысяч языков. Количество их одновременно и растет, и падает. Как это происходит? На самом деле в мире примерно каждую неделю исчезает один язык. Это языки малых народов, на которых говорит 50-100 человек. Они постепенно вымирают, потому что на них не выходит ни газет, ни книг, ни телевидение, ни радио. Они становятся не нужны. Люди из деревень переезжают в города, поэтому языки достаточно быстро вымирают. Но в то же время появляются новые, потому что, во-первых, ученые забираются так глубоко, как вот, скажем, я забрался в джунгли Западной Африки, открывают новые языки. И, во-вторых, потому что люди понимают, ученые в какой-то момент понимают, что один язык, он на самом деле не один, а несколько просто близкородственных языков, но, тем не менее, которые отличаются между собой. Поэтому количество языков на сегодняшний день балансирует на грани 7 тысяч. При этом, вот смотрите, очень интересное географическое распределение. Европа, куда я щедро включил территорию Российской Федерации, всего 290 языков, чуть меньше 300. Это, на самом деле, капля в море. Большая часть языков сосредоточена на сегодняшний день, это Африка и Азия. Как видите, там большинство языков мира расположено. Это, в основном, конечно, малые языки, языки, на которых говорят небольшие сообщества, они плохо исследованы, там это может быть тысяча носителей, может быть, две тысячи носителей. Но, в любом случае, это иногда такая через полосица, когда в одном селе говорят на одном языке, в другом, в соседнем, на каком-то непохожем языке. И, в любом случае, достаточно сложная такая картина получается. Одним из самых интересных феноменов на этой карте является феномен острова Новая Гвинея, отмеченного фиолетовым цветом, вот в правой части экрана. Вот этот остров в Тихом океане является родиной для практически полутора тысяч языков. Как так сложилось, никто ничего не знает. Существуют самые разные сведения об этом. Это там Миклуха Маклай, наш великий путешественник, прожил практически три незабываемых года. Вот как раз на острове Новая Гвинея, где действительно такая ситуация. Народу не так много, казалось бы, но в каждом практически селении имеется свой язык. Причем эти языки крайне не похожи друг на друга, их даже классифицировать очень сложно, их невозможно объединить по группам, до сих пор непонятно, сколько там семей языковых и так далее. В подсчете количества языков важно учитывать следующее. Границы между понятиями языка и диалекта практически не существует. На сегодняшний день это такие понятия, которые наука не определила. Ну, есть количественные некие критерии, по которым теоретически это можно сделать, но они как-то не очень работают. Вот, например, знаете, есть такой 100-словный список, список 100 самых употребительных слов в языке. Это такие слова, как солнце, вода, земля, бежать, там, рука, нога и так далее. Они есть в любом языке. Это 100 самых таких употребительных слов. Так вот считается, что если больше 90 этих слов в двух языках совпадают, значит, это диалекты. Если совпадает меньше 90, например, 89 слов совпадают, а 11 разные, значит, это уже отдельные языки. Ну, теоретически можно так сделать, но тут накладывается политическая проблема, потому что, ну, например, русский язык и белорусский язык. Вот у них различий в этом 100-словном списке всего 4. 3 или 4, по-моему. Но, тем не менее, конечно, мы не можем говорить, что белорусский язык – это диалект русского. Потому что есть политическая воля, есть некая договоренность. Белорусы считают, что у них имеется свой белорусский язык. И он наукой признан. Следовательно, наука вынуждена оперировать понятием языка. А есть обратная ситуация. Например, в Китае, там практически в каждой провинции люди говорят на языке, который непонятен жителям другой провинции. То есть, например, китайцы из провинции Хэбэй не поймет китайца из провинции Гуаньдун. Но китайское правительство активно возражает против того, чтобы эти языки называть языками. То есть оно считает, что все они китайцы, и следовательно, все они разговаривают на китайском языке. И в условном списке у них там больше 20 различий между собой. Но китайское правительство говорит, ничего подобного, мы ничего не знаем. Давайте это будет один-единственный китайский язык. Так что это такой политический вопрос. Сколько языков на свете в результате? Определить очень сложно, к сожалению. Теперь смотрите, вот один из самых интересных вопросов. Какие бывают языки? Да, у нас сегодня тема лекции. И самое удивительное из них. Есть такое устойчивое заблуждение, что языки бывают простые и сложные. И это не так. Это очень относительное понятие. Ну, скажем, для нас, например, для русскоязычных людей, украинский или польский будут простыми. А для китайца они будут такими, что он скорее в обморок упадет, чем выучит какой-нибудь из них. Поэтому это такой вопрос относительный. Когда меня спрашивают, а вот как же вы учите языки, там такие-то, вот он сложный язык, а этот несложный язык. Это на самом деле все зависит от того, на каком языке мы с вами привыкли говорить и как там мы перестраиваемся. Ну, условно, если финн будет изучать турецкий, ему это будет просто. Потому что языки структурно довольно похожи. Финский и турецкий. Поэтому простых и сложных языков просто не существует. Там можно говорить о том, что письменности бывают простые и сложные. Скажем, для того, чтобы выучить китайский, вам нужно выучить иероглифику, а на это можно жизнь положить. Поэтому, конечно, он сложнее, чем любой другой будет для вас в качестве обучения. Но в целом все зависит от того, какова у вас языковая система в голове, на каком языке вы говорили в детстве. И, соответственно, от этого будут уже происходить сложности или простота в изучении любого другого языка. Но, тем не менее, языки... Знаете, еще есть такое заблуждение. Второе. Я считаю, что язык вот этих людей простой. Проще, чем язык вот этих людей. Но это тоже не так. Потому что в языке вот этих вот... А это жители как раз того самого острова Новая Гвинея, о котором я говорил. Вот в их языке существует куча явлений, которые все невозможно представить. Они настолько сложные, что в них надо просто вникать. Их надо для себя в мозгу довольно долго перерабатывать, прежде чем понять, что это означает. В их грамматике, в их словарном запасе есть очень много такого, что, кажется, совершенно не коррелирует с простотой их цивилизации. Нам кажется, что... Это вот, кстати говоря, заблуждение. Оно идет из 18-19 веков, когда западная наука начинала осваивать разные континенты, Африку, Юго-Восточную Азию, языки индейцев. Вот казалось, что они живут примитивно, вот у них и язык примитивный. И все языки ранжировались от простого к сложному. Говорили, что язык постепенно усложняется и, наконец, достигает некого апофеоза в виде латыни или там древнегреческого, или там русского. Это вот самый расцвет языка, его, так сказать, зрелость. На самом деле, конечно, это натуральный бред. Современная наука ничего этого не поддерживает и считает, что любой язык, он обладает и простыми формами, и сложными формами. И на самом деле, вот если честно, такой язык, как английский, например, будет существенно проще для изучения, чем любой из языков, на которых разговаривают вот эти вот джентльмены. Давайте начнем с того, что поговорим о словах, потому что для большинства сидящих в зале, я полагаю, язык прежде всего означает слова. И простота и сложность языка зависит от того, сколько в нем слов. Я очень часто слышу именно такие точки зрения, когда вот мне задают вопрос, мне говорят, ну вот смотрите, в русском языке n слов, а в каком-нибудь языке вот папуасов у них там слов в 10 раз меньше, потому что они не знают, что такое компьютер, что такое там биткоин и так далее. Ну хорошо, да, согласен. Давайте теперь пойдем и посмотрим, сколько у нас собственно слов-то в словарях различных языков. Вот в словаре Далли, например, находится около 200 тысяч слов. В Оксфордском словаре, это самый известный словарь английского языка, примерно столько же тоже, 273 тысячи слов. Но это при том, что английский язык это язык колонизации, они со всего мира привозили там различные заимствования, слово кенгуру, там тому подобные вещи. Вот в корейском, например, в словаре родного языка миллион сто тысяч слов. Понятное дело, что ни один человек не употребляет их все. Но тем не менее, есть такой словарь, и в нем засвидетельствовано столько слов. Я полагаю, что если словарь Далли сегодня переиздавать, то на самом деле в русском языке будет тоже существенно больше слов, чем в его словаре 19 века. Или вот сколько средний человек использует слов? Вот у нас Дима Маликов на экране. Вот подсчитано, что в его текстах, а он противообразованный человек, по-моему, у него там высшее образование даже есть. Но вот я специально нашел его. Вот в его словаре 980 слов. Ну, я не говорю, что он других не знает, он просто их не употребляет в своих текстах. Их нет. Тексты очень простые. А вот у нас следующим номером идет писатель Владимир Сорокин. Если кто-то знаком с его творчеством, довольно сложно пишет, но в его словаре 8700 слов. Посмотрите. Почти в 10 раз больше, чем у Димы Маликова. Хотя, казалось бы, они разговаривают на одном языке. Интересно, поняли бы они друг друга, если вдруг встретились где-нибудь в лифте и решили пообщаться. То есть Дима Маликов, скорее всего, Сорокину бы все смог объяснить. Но тот бы не смог отрефлексировать, возможно. Не знаю. В любом случае, средний житель Москвы, по подсчетам ученых, употребляет в своей жизни примерно 2500 слов. И редко выходит за эту грань. Это вот наш с вами словарь. Ну, мы знаем, конечно, какое-нибудь слово «поземка». Но, скорее всего, особенно никто из присутствующих его не употребляет. Не знаю. Во всяком случае, я как-то последние годы не слышал его. Мы знаем эти слова, но они в пассиве. Вот наш активный словарь. 2500 слов. А вот житель охотничьей стоянки где-нибудь в Амазонии, мир которого существенно беднее, чем наш, поверьте, употребляет те же самые 2500 слов. Просто это другие слова. Ну, потому что, смотрите, у него есть бесконечное количество слов для разных погодных явлений, которые для нас… Ну, дождь идет, мы скажем, дождь идет, все. Березонт. А многие языки они не могут этого сказать. Для них дождь – это очень такое понятие общее. Они конкретизируют, какой дождь. И для каждого вида дождя там существует масса разных терминов. Потому что, ну, для их жизни это играет роль. В нашей жизни это не играет. Дождь идет, значит, точно резиновые сапоги. Все. Больше никаких выводов человек не делает. А для жителя охотничьей стоянки в Амазонии играет роль какой дождь. Потому что он по виду дождя может определить, сколько этот дождь времени будет длиться. Значит, что ему, куда мы идти, сегодня на охоту или нет, выйдут звери или не выйдут, будут сидеть у себя там в берлоге. Поэтому в любом случае мы совершенно точно знаем, что языки простые и сложные, конечно, в природе просто не существуют. Какие бывают слова самые кошмарные, я вам скажу. Вот, например, я тут нашел забавное слово из языка Телефол на том самом острове Новая Гвинее. Мы сегодня к нему будем неоднократно возвращаться. Вот это слово Мангкал, казалось бы, всего шесть звуков. А какая удивительная судьба. Вот оно, что обозначает. Три или более человека одного поколения, родственных по крови при этом, из которых одна или более женщины садятся в лодку, чтобы плыть вверх по течению. Смотрите, мы должны это объяснять. А для человека народности Телефол это означает просто Мангкал. Вот это очень хорошо демонстрирует то самое явление, о котором я говорю. Для них важны могут быть совершенно другие вещи, нежели для нас. У нас нет такого термина. Нам приходится это объяснять с помощью целого предложения. А здесь одно слово. Представляете, каково такой язык учить? Вот просто учить для себя. Или вот, например, у меня тут еще есть примерчик забавный. Я тут был недавно, значит, в Латинской Америке, и там познакомился с языком Ямана. Вот это слово, которое я не берусь, честно говоря, выговорить, оно обозначает взгляд между двумя людьми, выражающий желание каждого, чтобы другой стал инициатором того, что оба они хотят, но ни один не хочет быть первым. Сейчас еще раз. Ну, вы вот сможете пока отрефлексировать, почитать, я специально текст написал, но это вот такое, вот это оно. И оно бывает у них. Скорее всего, у нас-то оно тоже бывает такое, но мы просто не называем это таким словом. А для них почему-то это слово очень важно. Для того, чтобы понять, почему, необходимо вникать в культуру, разговаривать с ними. Они, как правило, тебе не могут еще объяснить, они считают, что это совершенно нормально вот такое слово употреблять. И здесь, конечно, предстает язык в совершенно удивительном образе, потому что таких слов же ни одно и ни два в языке ямана, а таких слов может быть очень много. И когда вот вы записываете, например, неизвестный язык, вы же еще должны понять его перевод. Вот я, честно говоря, неоднократно сталкивался, ты слово какое-то слышишь первый раз, второй раз, потом ты спрашиваешь, слушай, а что оно означает? Вот, ну, что оно означает? И человек не может объяснить. Он говорит, ну, это вот когда, вот я помню, я очень хорошо помню, это у меня была такая история, я сидел в Африке, у меня информант, и он произносит, значит, когда там идет перевод предложений, слово большой, он произносит то так, то эдак, разные совершенно слова. Я говорю, ну, хорошо, вот это слово как переводится? Большой. А это? Большой. Ну, как, а между ними есть какая-то разница? Конечно, он говорит, огромная. Ну, а какая? И он, а он не может, он же не языковед, он не может сказать, ты что, здесь сравнительная степень, здесь превосходная. Он же, ну, как бы, он с детства с ними жил. Поэтому, вот представляйте себе, страдания лингвиста, который часами мучается, рвет на себе, значит, волосы, посыпает голову пеплом, но выяснить значение от этого слова ему чрезвычайно сложно. А вот в валийском языке, сравнительно недалеко в Англии, есть вот такая вот забавная, топонимическая такая редкость, как название населенного пункта. Ну, тоже, я вот не рискну прочесть. А они как-то выговаривают. Они говорят, поедем в Ширяево, в Тольятти, в Самару съездим, в Курумач. А мы с тобой вот туда. Это, кстати говоря, явление на самом деле, которое ставит крест на попытках подсчета слов в языке. Сколько в языке слов, не для каждого языка можно ответить на этот вопрос. Потому что слово вот это валийское, оно составное. В нем зашито много слов. Просто они между собой соединяются, неразрывно. Это мы говорим, церковь Святой Марии. А здесь, а тут есть Мария, на самом деле, в этом слове. Оно тоже там есть. И церковь слова есть. Их можно произнести отдельно. Но эти слова объединяются в цепочку, которая составляет собой единое слово. И этих слов, соответственно, может быть бесконечное количество. Потому что каждый элемент на его месте может что-то другое стоять. Немецкий язык, например, такой. там слова в родительном падеже могут связываться между собой, составляя длинные составные слова. Поэтому мы, значит, оказываемся в ситуации, когда мы не можем определить, сколько на самом деле в языке слов. Во всяком случае, для некоторых языков это действительно так. Теперь давайте перейдем к звукам. Вот это на самом деле существенно интереснее и существенно сложнее. Если для большинства, возможно, из жителей Земли язык характеризуется словами, то для ученых очень часто язык характеризуется фонетикой, то есть звуковой системой. И вот тут вас ждут вообще бесконечное количество открытий. Это очень интересно изучать фонетику различных языков, потому что существуют звуки в языках мира, которые ну просто совершенно непонятны, как человек до такого дошел. Нам кажется, ну наш, наш-то русский-то, ну что, простой, понятный язык, там что-то 45 звуков и, собственно, все они достаточно простые. Но вот вы попросите какого-нибудь англоязычного произнести, например, звук ш, ну там, про слово шуба. Он не может. Для него это безумный совершенно звук. Какой-то он глухой. Или звук л. Да, вот, например, меня зовут Кирилл. Ну я не могу об этом сказать никому в Европе, потому что у них нет такого звука. Они его считают чрезвычайно сложным и непроизносимым. А мы считаем сложными и непроизносимыми другие. Вот, например, есть такие двухфокусные звуки, когда согласные произносятся, а не в одном месте смычка происходит, ну как, например, в звуке К, да, вот она в горле происходит на смычках. Но смычка у них происходит в двух местах одновременно. Вот, например, в Африке очень характерен звук Б, который одновременно губы и в горле происходят две смычки. Так называемый двухфокусный звук. Я намучился с ним, вот если честно, потому что я приехал в свою первую экспедицию и меня поселили в дом к человеку, которого звали Бонда. И я как бы все время должен был к нему обращаться или как-то о нем спрашивать. Я говорил, где вот этот вот Бонда? А мне говорили, кто? Потому что они не понимают, для них либо Гонда, либо Бонда, такие слова есть, но это другие другие звуки. Г и Б вместе дают Бонду. Вот в этом случае язык Валову в океане здесь целая куча двухфокусных звуков. И, конечно же, произнести их чрезвычайно сложно неподготовленному человеку. А ведь важно же еще не только произнести. Если ты ученый, ты сидишь записываешь этот язык, то есть ты заинтересован в том, чтобы правильно отобразить его звуковую систему. И если у тебя нет, значит, слуха, ты там повесишься. Ты будешь на этот диктофон записывать десять раз одно и то же слово, чтобы вообще в тщетной попытке понять, как там устроены вот эти звуки. Это чрезвычайно сложно сделать. Я по своему опыту знаю, особенно человеку неопытному, который первый раз на это попадается. Или вот, например, щелкающие, так называемые щелчковые звуки. В языках Южной Африки есть уникальные такие народы. Они называются кайсанские народы. Их часто называют еще бушменами. Вот эти бушмены в своих языках содержат так называемые щелчковые звуки. Ну, например, звук поцелуй, он тоже щелчковый. Для нас это просто такой звук. Он ни в каких словах не употребляется. А для них он является звуком. Это часть звуковой системы языка. То есть существуют слова, которые без этого звука произнести невозможно. И таких звуков на самом деле в языке может быть целых шесть. то есть вот, например, вот губной я вам уже произносил. А есть еще, например, зубной или боковой. Вот это все звуки языка. Если ты не научишься бегло их выговаривать, то это невозможно. Текст звучит, сейчас мы послушаем. музыка. Ну, прекрасно. Вот это все приходится учить. Понимаете, это, конечно, это совершенно революция, потому что это же сведения, которые дают возможность представить себе, какие языки бывают, а это же все зарождается в мозгу людей. Почему именно так возникло? Почему бы не ограничиваться нормальными человеческими звуками К, Б, Т, В? Ну, казалось бы, это логично, ну что ты. А вот для них надо было изобретать эту систему щелчковых, которая действует, у них тоже есть согласные обычные, но при этом у них есть и щелчковые. Он, кстати говоря, произносит согласные периодически, если вы слышите, нормальные человеческие. Но очень часто произносится и щелчковые. И, конечно, это феномен, который нуждается в очень серьезном исследовании, его происхождении, его развитии, каким образом они могут быть родственны с другими звуками в звуковой системе и так далее. И вот видите, у меня здесь проведена так называемая минимальная тройка, то есть три слова, которые различаются исключительно вот этим щелчковым звуком в начале. То есть одно произносится как «ам» — солнце, второе как «ам» — убивать, и третье как «ам» — вода. То есть там произносится человеку «дай мне воды», а он говорит там, он послышит, например, «убей» или что-нибудь еще. Поэтому здесь очень важно, конечно, соблюдать правила. Вот гортанные, например, звуки. Гортанные звуки очень характерны для языков Ближнего Востока. Семитские языки, языки Северной Африки, там очень много таких. Вот у нас в русском языке на самом деле тоже есть одно слово, где есть гортанная смычка, и она играет роль в языке. Одно единственное — это слово «не-а». То есть некоторые его произносят как «не-а», но можно сказать и «не-а». И в принципе это как-то правильнее считается. Вот в этом слове «не-а» перед «а» стоит гортанная смычка. Она у нас на письме не пишется, а у них очень даже и пишется, потому что это обычное согласное для них. Это согласный звук, который различается. Вот, например, «сад» в арамейском языке означает «шестой», а «сад» — «часы». Или вот в арабском языке «ам» — это «мать», а «ам» — это «дядя». Дядя по отцу, по-моему, как раз. Вот. То есть совершенно два разных родственника. Как так случилось, опять же, вот это нужно выяснять. Вот на самом деле языкознание, оно связано именно с тем, что ты пытаешься выяснить, как эти языки сгенерировались, почему именно так произошло, каким образом они дальше будут развиваться, почему у нас в русском языке не случилось такого феномена и так далее. Или, например, глухое «л». Вот в нашем русском языке есть два слова. Это койот и шоколад, которые произошли из языков Мексики. Вот на самом деле у обоих этих слов на конце стоит глухое «л». Когда вы придете домой, я вам советую потренироваться произнести «л» без голосовых связок. Ну, то есть «л», но как бы шепотом. Вот это будет примерно то, что есть довольно во многих языках мира. Для них это совершенно нормальный звук, для нас, конечно, это нечто совершенно удивительное. Поэтому системы… Вот мы сейчас просто прошлись по согласным на самом деле, да? Вот системы этих согласных, они могут быть самыми разными и включать в себя… Ну, вот на сегодняшний день человечеству известно не меньше 200 различных согласных звуков. В то время как в русском языке их всего-то тройка десятков. Там, может быть, 35 штук, да? И все эти 200 согласных звуков человек умеет произносить. Хотя нам кажется, что на этом можно сломать себе всю ртовую полость, или, по крайней мере, что-нибудь заклинит язык там, и потом будешь всю жизнь это страдать. Но это жизнь, это работа лингвиста. Именно в этом она и заключается. Вот эти бушмены, о которых я говорил, и которые занимаются тем, что произносят щелчковые звуки. Это очень интересный народ, на самом деле, они очень культурно интересны. Из-за вот этих их интересных языковых особенностей многие ученые считают, что они ближе всего стоят к проязыку человечества. Вот некоторые ученые считают, что язык произошел из одного места. Что вот было какое-то одно место на свете, откуда появился человеческий язык. А потом люди стали расходиться по всему миру, и языки постепенно видоизменялись. А раз так, значит, все языки теоретически родственны. И можно найти среди языков мира тех, у кого что-то сохранилось от того самого древнего языка, который существовал 100 тысяч лет назад. И вот есть такая теория о том, что языки бушменов, языки народов сан, они как раз и находятся ближе всего к проязыку человечества, и поэтому сохранили такую штуку архаичную, как щелчковые звуки. Но, тем не менее, доказать это на современных методах практически невозможно. Теперь я вам расскажу про гласные звуки. Если кто-то думает, что с гласными попроще, то он глубоко и безнадежно ошибается. С гласными все еще сложнее, потому что здесь ученые встают на такую шаткую дорогу, с которой потом очень сложно сойти и как-то все это упорядочить. Потому что на самом деле существует, например, такое понятие, как тон. У нас в языке тона нет, у нас есть ударение. Для нас замок и замок – два разных слова. Все, казалось бы, логично и понятно. Но во многих языках никакого ударения нет в помине, зато там есть тоны. Это означает музыкальную высоту произнесения той или иной гласной. Для людей, у которых нет музыкального слуха, вот они все обречены, потому что они никогда не смогут произнести то или иное слово, например, на китайском языке. Вот в китайском языке есть четыре ма. Казалось бы, человек говорит ма, но на самом деле он говорит четыре разных слова в зависимости от тона, которым это сказано. В быстрой речи, представляете себе, как это звучит. Сейчас у меня тут есть про это ма. Сейчас мы послушаем. Ма. 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 Again. Ма. 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 Ну, красиво. Я вот таким образом изучал вьетнамский язык. Там этих тонов шесть. И там еще есть два ма, которые тоже что-нибудь такое значат, совершенно непохожее по значению. Конечно, мы себе можем представить, что такое изучать для европейца китайский язык. Потому что у каждого слова ты должен запоминать не только его звучание, но и тон. В каком тоне оно стоит. Если ты ошибаешься, получается билиберда. Ну, представляете себе, ты маму можешь лошадью назвать или еще что-нибудь. Дай бог, конечно. Особенно, если это мама твоей жены. Ну, то есть... Или вот в языке пираха. В Бразилии есть такой тоже язык забавный. Я про него потом еще расскажу. Очень много всякого интересного. Но у него тона только два. У меня, к сожалению, нет звуковых записей вот этих четырех слов. Но здесь один тон обозначен простой гласный, а второй тон обозначен гласный с апострофом. И вот надо разбираться, как это все произносить. Потому что, как видите, эти четыре слова совершенно разные вещи означают. Поэтому даже два тона не спасают вас. Не спасают. Вот я, например, в Африке изучал язык зиалло. И я, значит, он тоже тональный. Я с большим напряжением выяснял, сколько в нем тонов. И когда оказалось, что в нем два тона, то я был очень счастлив. Потому что хотя бы я их имел возможность как-то с пятого раза различить. И потом я уже начал насобачиваться. Все для себя решил, что в языке зиалло два тона. И вдруг он мне произносит в каком-то тексте, мне информант произносит слово очень высоким тоном. Я говорю, слушай, ну-ка подожди, давай еще раз. Что это такое? Он говорит, ну это вот такой союз, до тех пор называется по-русски. Он звучит так. То есть он говорит, говорит, говорит. Я говорю, ну, а еще есть такие слова в вашем языке, которые вот с этим тоном? Он думал, 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 я вот, честно говоря, не помню. Вот есть одно слово в языке, которое с этим тоном. Как такое получилось? Ну, сложно сказать, там есть разные гипотезы. Но, тем не менее, есть вот это совершенно нормальная ситуация. Или вот, например, есть в языке май, на котором во Вьетнаме разговаривают 100 счастливейших людей. Ну, потому что они живут там в лесу, приручают обезьян. Они там очень забавно живут. Я помню, мы, значит, привезли сейчас отступление. Значит, мы привозим из леса этого информанта и говорим, смотри, ну, как можем, мы утолкуем, что ты теперь будешь жить здесь, получать еду. И за это ты нам будешь рассказывать, что у тебя за язык, какой у тебя язык. Он говорит, не вопрос, это то, что мне нужно. Это то, чем я всю жизнь мечтал заниматься. У себя в лесу. Но, мы говорим, смотри, но ты не можешь ходить на бедренной повязке, потому что здесь хоть небольшой, но городок. И когда ты выйдешь, то тут могут некоторые женщины, скажем, заподозрить неладное. Поэтому мы тебя давай оденем. Он говорит, и это мне по зубам, ничего страшного, давайте. И вот мы, значит, стали ему покупать одежду, там направили нашего вьетнамца, говорим, давай, купи одежду ему, купили одежду и обувь. Ни одни ботинки не подходят. Большой палец, вот как на руке, в сторону смотрит. Значит, тут мы только и увидели это. Мы говорим, а как же так? А они, понимаете, по деревьям же, у себя там в лесу. И вот у них так. Ни один ботинок, какие-то вьетнамки ему купили, он там в них бродил. Ну и потом уехал. Но неважно, в любом случае, интересен он не этим был, этот человек. А интересен он был тем, что в языке май, который я вот изучал, описывал, сейчас вот книга у меня в этом году должна выйти, грамматика языка май. Так вот, я на эту грамматику жизнь положил. Когда у меня будет надгробие, я бы хотел, чтобы на надгробии лежала эта книга, как свидетельство моих страданий и трудов, поскольку там есть фанация. Фанация, это означает, что вот в этих словах ванг, ванг, вот это а, оно по-разному звучит. И это не тон, а что-то другое. Сейчас я вам, сейчас вам по-уму на и есть этот ванг. Ванг, ванг, во-первых, оно короче, там может различаться длина, во-вторых, оно какое-то, оно какое-то горловое, а бывает еще не только горловое, а шепотное, то есть оно как бы произносит ванг, вот так вот, с каким-то пришепетыванием. И это все разные слова. И мы там насчитали этих ванг, пять штук. Одно ванг, вот второе, кстати говоря, означает нет, второе ванг, вот это, это вот желтый и так далее. И естественно, что, ну, это мы над вангом, над этим полдня сидели, а там же потом другие слова пошли, и там тоже такая история, и каждому нужно было номер присвоить. Например, мы решили, окей, краткое, обычное ванг будет обозначаться один, но они как это все быстро, все это когда произносят, особенно, там вообще не различишь. И мы говорили, это вот, вот это слово, это как ванг, или как бау, он говорил, ну, это как ванг, ну, хорошо. Объясните ему потом, что у него язык примитивный. Я не смог бы, нет. поэтому тут, конечно, речь идет о том, что звуковые системы, они очень разные. Вот у нас в языке, скажем, шесть гласных звуков, а есть в Африке язык, в котором их 80. Именно потому, что они все, там, по долготе различаются, по фонации различаются, по произнесению, и так далее. Вот народ Млабри, я вам тут фотографию припас, вот как они живут в этом лесу, это вот соседи наших друзей май, и тоже у них свои фонации существуют. Вот они сегодня оленя нашли в лесу, это большая удача. А так особенно, знаете, как обычно говорят, что вот племя охотников. На самом деле там охотники, ну, мужики, и они, если что-нибудь принесут раз в неделю, это большая радость, вообще удача, белку какую-нибудь. А в основном, еду добывают женщины, они собирают там грибы, всякие плоды, мед, корени какие-нибудь выкапывают, и, в общем, племена охотников, они живут в основном на то, что собирают женщины. А мужчины, они, конечно, бряцают там оружие, но, в общем, пищи мало приносят, довольно. И сами же ее после этого и съедают, потому что первыми нужно накормить мужчин, потом женщин, только потом маленьких детей. Поэтому со звуками вот как получается. Вот, например, есть языки, в которых звуков всего 10 штук. Вот это пираха, язык индейцев Амазонии, в Бразилии они живут, в нем 10 звуков. Причем у меня тут помечено, кому видно, что это женский язык пираха, потому что существует еще мужской язык пираха, и в нем 11 звуков. Все-таки, значит, мы их обошли. А вот в языках женщин пираха всего 10 звуков, и они, тем не менее, обходятся этим. Нормально. В нашем языке 43, в английском 45. Мы их, конечно, догоним рано или поздно и перегоним. Но нам не перегнать людей, которые говорят на языке убых. И уж тем более нет у нас никаких шансов перед носителями языка к хонг, которым как раз он находится в Южной Африке. Там, как видите, примерно 120 звуков в языке. Конечно, это многообразие, как минимум, смущает, потому что, когда ты вынужден это все изучать, когда ты вынужден все это описывать, это превращается в натуральную, значит, адскую работу, особенно, если у тебя слуха нет. А раньше у ученых вообще и диктофонов-то не было, как они? И тем не менее, как-то вот получалось это. Поэтому наши языки, вот языки европейских народов, они еще где-то посередине. Ну и, конечно, существуют самые разные здесь явления. Вот я тут два вам написал. Я в Индии как-то раз был изучал язык Сора, и там есть слова, которые не содержат вообще ни одной согласной, и это такие вполне значимые слова. Вот, например, здесь обозначено слово аээа, которое означает «иди поплачь». Иди плачь. Без согласных. Такого я, честно говоря, нигде не встречал. Или, наоборот, есть слова практически безгласных. Вот, например, прекраснейшее слово из поэмы Руставели «Витязь в тигровой шкуре». Всем, наверное, видно, да? В старогрузинском языке есть такое слово, которое означает «тигроубийца». Вевхтмбрдгвнели. Наверное. Но если так быстро его произносить, ну, в принципе, грузинский язык, он примерно из таких слов состоит. Там и в современном языке достаточно сложно с этим. Очень много согласных и очень малогласных. Ну и грамматика. Вот смотрите, как определить простой язык или сложный по грамматике? Ну, чем больше грамматических форм, тем, естественно, язык сложнее. Русский язык почему кажется сложным? Мы про него еще упомянем, кстати, в конце. Но в том числе и потому, что здесь очень много разных форм. У каждого глагола там есть и времена, и лица, и числа. Все это спрягается, существительные склоняются по падежам. Падежи, вот, например, да? Вот в китайском языке падежей нет. То есть, условно говоря, слово стол, стола, столом, столами, все это будет одно и то же слово. Очень просто, казалось бы, выучить китайский язык. В английском языке падежей, как мы знаем, два. То, ну, не всегда употребляемый родительный падеж, который обозначается S с апострофом у местоимения есть родительный падеж. Но их все равно осталось очень много. Хотя еще в тысячу лет назад примерно в английском языке было четыре падежа. В финском языке 14 падежей, а вот в табасаранском, который находится у нас в стране, в Дагестане, в 52 насчитывается падежа. Поэтому пойдите его в школе, там, посидите во втором классе, выучите. Мы тут шесть, так сказать, с трудом осваиваем, а у них там существует 52 падежа. Или формы глагола, например. Опять же, вот там в Дагестане есть такой арчинский язык, и есть такой ученый, очень выдающийся, советский, российский, кибрик Александр Евгеньевич, который всю жизнь изучал этот арчинский язык, и в конце концов пришел к выводу, что в арчинском языке полтора миллиона глагольных форм у каждого глагола. Вот каждый глагол, мы можем про глагол делать. У нас в русском языке их не так уж и много, ну, примерно около сорока. Если вы посчитаете все формы глагола делать, там делаю, делаешь, делаем, потом там делал, так далее, делала, делали. Вот все вместе, посчитайте, делающий, делаемый, в любом случае не будет больше сорока нигде. А в арчинском языке их полтора миллиона. То есть там бесконечное количество времен, наклонений, залогов, видов глагола. И все это создает вот это многообразие. Конечно, это тоже совершенно отдельная история, как такой язык выучить. Главное, что как это даже подсчитать. Их чисто математически только можно подсчитать, когда ты знаешь, сколько там вот этих, собственно, времен. Или, например, числительные. Вот в языке пираха, о котором я уже говорил, это вот в Амазонии есть такой язык пираха, в нем числительные отсутствуют вообще. Значит, есть очень забавная книга о языке пираха. Там был такой американский миссионер, Эверетт, он там жил среди пираха и по итогам написал книгу про язык, про культуру, про все на свете. Она очень интересная, она сейчас издана была нашим издательством на русском языке, наконец. Но там, значит, есть такая история очень интересная. Он понял, что у пираха нет числительных. То есть, но они не умеют считать. Он им кладет камешек, они говорят, это камешек. Два положил, а это? Это мало камешков. А вот 10 положил, а это много камешков. А 5? Один сказал много, второй мало. Но в любом случае это зависит для чего. Для того, чтобы на спину взвалить, мало, а для того, чтобы покидаться в кого-нибудь, порядочно. Поэтому все зависит. Не надо никому ничего считать. У них нет такой необходимости. Ну, как, он был миссионер. Он не только ученый, он миссионер. И он решил, ну, как же так? Они живут в глухом плену неведенья. Следовательно, я, как цивилизованный человек, должен обучить их считать. И он взял мужчин-пираха, там какую-то группу наиболее смышленых, как ему казалось, людей, и сказал, смотрите, сейчас все, оставляем все дела, сейчас я вас буду учить считать. Он взял эту груду, этих камешков, и две недели с ними бился. И в конце концов, они стали понимать. То есть, вот он говорит, точно, вот 2 плюс 3 кладет, и говорит, сколько здесь камешков? Они, раз, два, три, четыре, пять. Точно. И когда вот это все произошло, и он понял, что они научились считать, он счел, что он вот их отправил в совершенно новые измерения, что для них открылся, обезьяна взяла в руки палку, перед ней открылся широкий кругозор, как известно из учебников. Вот он счел, что для них открылись новые горизонты. Через неделю он спросил у кого-то, сколько здесь там стрел? Тут говорит, я не знаю, не помню. Он все забыл, ему это не нужно вообще никак. Более того, они считают, что это их культуре не свойственно, если это не надо. Но им не надо считать. Такие языки тоже существуют, просто это надо понять. А в японском языке, например, числительных существенно больше, чем у нас, потому что у них есть две системы числительных. Одна, например, считает предметы. Это система, заимствована из китайского языка. Вторая, собственно, японская, она при изолированном произнесении. Типа, когда ты считаешь, вот просто раз, три, четыре, пять, вышел зайчик погулять. Он будет по-японски это говорить. А когда ему скажут пять книг, он скажет китайское слово пять. Другие совсем вещи. Две системы. А вот в языке айнов, которые тоже в Японии живут на Хоккайдо, на острове Хоккайдо, у них 26 таких систем. И в каждой есть свои особенности произнесения этих числительных. В зависимости от того, что ты считаешь. Например, круглые предметы, одни числительные. Продолговатые, другие. Рыбу ты будешь считать, третий. Людей, вообще совершенно другая. Для них это совершенно естественно кажется. Зачем, собственно, их унифицировать, когда сразу, когда ты сказал, какой числительный, понятно, о чем идет речь. О людях, о рыбах или о продолговатых предметах, не дай бог. Поэтому, конечно, это кажется им логично, их не разубедишь. И вот по этим самым критериям, а здесь совсем немного критериев, на самом деле, вот у меня только три падежи, форма, глагол, числительные. Конечно, языки тоже очень сильно распределяются. И здесь есть самые удивительные явления, которые очень сложно не то что описать, их сложно даже просто понять и зафиксировать. Для этого надо очень глубоко влезать в культуру, проводить с ними много времени и, конечно, пытаться понять. Не пытаться их адаптировать к нашему восприятию действительности, а пытаться понять их собственное. Ну, вот эти фотографии я сделал в ходе своего путешествия по Латинской Америке недавно. Слева один из моих информантов, который мне что-то рассказывает, по-моему, какую-то сказку про Луну, которая спустилась, украла какую-то женщину и так далее. Справа ребенок из небольшого народа, там в экваториальных джунглях. Конечно, с языками происходит не очень такой приятный процесс, постепенно большие языки вытесняют малые. Этот процесс происходит постоянно. Как я вам уже сказал, примерно каждую неделю вымирает какой-нибудь язык, следует нашей задачи их описать. Потому что каждый язык обладает какими-то удивительнейшими совершенно особенностями, которые нам вообще дают понять все многообразие психики человека. язык – это же продукт мозга. Следовательно, то, каким образом народность воспроизводит свои мысли, это свидетельствует о ее психологии, о том, как она вообще мыслит, какие категории мышления. Конечно, это очень интересная часть культуры, поэтому те, кому это интересно, в частности, я, ездят, записывают вот такие вот исчезающие постепенные языки для того, чтобы ответить на кучу разных вопросов о том, как человек мыслит, как он думает и из чего состоит. Но самый интересный язык, о котором я вам хочу рассказать, это язык, на котором мы с вами разговариваем. Ну, потому что я многократно разговаривал с иностранцами и они мне говорят, смотри, Кирилл, вот то, что ты рассказываешь нам про африканские языки или про язык пираха, это все ерунда и цветочки по сравнению с тем, с чем нам приходится сталкиваться при изучении великого русского языка родного. Я говорю, да ладно, это простейший язык, что там учить? Бурю мглой и небо кроет. Значит, но на что мне было сказано следующее? Вот я вам собрал просто вещи, которые ни один изучающий русский язык понять не может, потому что русский язык, по мнению одного моего приятеля ученого, он состоит из одних исключений и правил в нем никаких нет. Почему, например, слово ничего означает окей? Как ты живешь? Ничего. Ну, как бы, окей. Вот. Или, например, как может глагол быть? Быть переходным, то есть быть что-то. Я буду кофе. Ты мясо будешь? Буду. То есть не мясом будешь, а мясо. Я не встречал такого другого языка. Не а. Чтобы глагол быть был одновременно непереходным, как я вот являюсь кем-то, и переходным. Быть – это значит есть или пить что-то. То есть буду чай. Ну, потребляется только в форме будущего времени, но, все не менее, очень интересный факт. И такого факта ни один другой язык мира не знает. Или вот еще интересно. Мне один иностранец, я ему битый час доказывал, что я давно видел означает, я давно не видел. Он говорил, нет, Кирилл. No, Кирилл. Impossible. Невозможно, говорил он. Это невозможно. А как же отрицание? Почему? Оно же здесь есть? Или его здесь нет? Я говорил, ну, так жизнь устроилась. Но это Россия, это загадочная русская душа. Пойми это и прими, говорил я. И он пошел учить по всей вероятности язык пираха, который ему показалось существенно проще. Или вот да, еще кто-то из иностранцев сказал, что по-русски ты очень умный. Это означает противоположное. Ты умный очень. Что означает, ну и тупой же ты вот здесь. Ну, то есть, казалось бы, да, для многих языков мира порядок слов играет очень важную роль. В английском языке порядок слов чрезвычайно стабилен. Или там, в том же китайском языке. Он очень стабилен. В японском. В большинстве языков мира порядок слов играет роль. А здесь, видите, нет. Ты очень умный означает, ты, в общем, действительно, видимо, очень умный. а ты умный очень. Это такой сарказм. Чрезвычайно сложно научить иностранца и любого здравомыслящего человека склонять русские слова. Вот, например, слова путь, жуть и зять, казалось бы, они имеют одинаковую структуру с виду. Но нам кажется, что это же логично, что путь в родительном падеже имеет пути, жуть-жути, а зять-зятя. Вообще-то другое окончание происходит. Мы попытаемся в школе выучить правила. А потом, когда мы доживаем, вот как я, до 39-летнего возраста, кто-нибудь звонит нам из приятелей или наши собственные дети несчастные приходят из школы и говорят, папа, а вот почему здесь вот так? Это же как бы путь, пути, почему там окончание и откуда и какому склонению это соответствует? И я теряюсь, честно говоря. Я понимаю, что это исключение. Проще всего сказать, но это исключение. Почему, например, вы знаете, что слово начало и слово конец они однокоренные, то есть они происходят из одного и того же корня. Вот почитайте в интернете, там долгая цепочка, но это так. И это очень интересный феномен. Таких феноменов здесь огромное количество. Например, сколько в русском языке падежей? Ну, казалось бы, что шесть. Раньше там в дореволюционной школе изучали семь, потому что был еще звательный падеж, там слово Божие, например, слово Бог, звательный падеж будет Божие. падеж при назывании. На самом деле в русском языке гораздо больше падежей, чем шесть. Потому что чай, например, имеет в родительном падеже два, ну, две формы. Чая и чаю. И вот это чаю это не родительный падеж, конечно, никакой. Просто, ну, школьные учебники, они сделаны в щадящем режиме, чтобы не травмировать детишек. На самом деле это совершенно другой падеж. Это падеж партитивный или падеж части. Конкретно именно означает какую-то небольшую часть чего-то неисчислимого и употребляется очень ограниченно. Или вот, например, у слова лес две формы так называемого предложенного, да, это предложенный падеж. О лесе, о чем и в чем в лесу. Два окончания. Это не может быть один падеж с двумя окончаниями. Это значит два падежа. В лесу это местный падеж. Ни в одном учебнике вы его, естественно, не найдете. И таких форм на самом деле очень много. Или вот Оля, Оль. Это новый звательный так называемый звательная форма. Катя, Кать и так далее. Мама, мам. Это звательная форма, которая имеет нулевое окончание с словами первого склонения. Очень просто. Обычный падеж. Но он в школе не изучается, потому что у нас человеколюбивое государство, которое не хочет излишне травмировать. Поэтому, конечно, если отвечать на вопрос какой язык самый интересный, то мне кажется, что здесь вариантов немного. И с языком пираха наш с вами язык еще посотрудничает. Вот я вам сейчас приведу такой интересный пример. Я тут даже записал текст, чтобы все сосредоточились и могли понять. на столе стоят стакан и вилка. Что они делают? Стакан стоит, стоит, правильно? А вилка лежит. Все логично пока. Но если воткнем вилку в столешницу, вилка будет стоять. Все понятно. Значит, вертикальные предметы стоят, а горизонтальные лежат. Теперь добавим тарелку и сковородку. Они, казалось бы, горизонтальные, но на столе они стоят, сковородка стоит. А вот если сковородку перевернуть, она будет лежать. Или вот тарелку в сковородку положим, она там в сковородке лежит, а на столе-то она стояла, хотя находилась в том же самом положении. Теперь на стол залезает кошка и начинается самое интересное. Кошка может на столе что делать? Стоять, сидеть или лежать. Сидеть она на попе, как все нормальные люди. Теперь на стол села птица, но она на столе сидит, хотя на самом деле она на ногах. Но мы говорим, птица сидит на ветке, например, она же на ногах, но она сидит у нас, хотя вроде бы должна стоять, но стоять она не может, птица. Птица стоит. Это что за птица? Но если мы эту птицу убьем и сделаем из нее чучело, то чучело на столе будет стоять на тех же самых ногах в той же самой позиции. Вот поэтому, значит, может показаться, что сидение это атрибут живого, в отличие от чучела. Но сапог на ноге тоже сидит, хотя он не живой и сидеть ему не на чем. Вот не это ли демонстрирует то, что русский язык и как раз отвечает на вопрос, какой, собственно, самый интересный язык в мире. Спасибо вам большое за внимание. У нас есть 108 элементов, из этих элементов соединяются химические молекулы, из них соединяются разные вещества, происходят реакции. И когда химик смотрит на язык, у него первая мысль возникает, что какие лингвисты не совсем умные люди, почему они считают смысл, появляются в словах. Химик, естественно, знает, что хлор это хлор. И хлористая кислота, хлорноватистая, хлорная и так дальше. Смысл идет от хлора. Поэтому химик понимает, что смысл идет от звука. Ну, буквы, если в тексте. И действительно, когда мы смотрим на разные слова, мы видим, что наха это все про любовь, хахаль, любовник, кахана, любимая, ну, везде ха. Ха-ха-ха, это тоже всегда как-то девушка смеется явно с какими-то любовными намерениями. И действительно, в это дело, когда начинаешь влезать, то видишь, что на самом деле так и есть. Но почему-то до сих пор лингвисты считают, что это не так. Как вы к этому относитесь? Нет. Я считаю, что не все слова наха связаны с любовью. Особенно в языке пират. Это самый простой ответ, который я могу дать. Я, честно говоря, довольно много встречаю таких теорий различных. Ну, я придерживаюсь научного метода. Он может быть сложный, сложнее, чем все эти теории, но зато он с моей точки зрения единственно верный, потому что он подтвержден практикой. Спасибо. Спасибо большое, во-первых, за лекцию. Замечательно совершенно. Кирилл Владимирович, ну вот, химики, они про вещества. Я, как эволюционный эколог, вас спрошу, и очень интересующие меня вещи. Вот вы ездили очень много и очень много видели. Как вы считаете, все-таки, то есть, каким образом среда, точнее так, уловили ли вы вот за эти годы странствий какое-то влияние среды на формирование языка? Именно влияние, которое можно как-то описать и зафиксировать. Понятно, что оно есть по дефолту. И второй, коротенький вопрос. Вы так вскользь прошлись по этой теме, но это не тема сегодняшней лекции, взаимосвязь нейронауки и языка. Вот здесь, что бы вы могли посоветовать, например, кого бы, может быть, почитать, ну, себя или не себя? Взаимодействие какой науки, еще раз? Нейронауки. А, нейронауки. Да, спасибо. Да, очень интересный вопрос. Ну, смотрите, на самом деле существует довольно древняя теория, она еще родилась в 18 веке, о том, что атмосфера, в которой живет народ, она формирует язык. Обычно приводит в пример немецкий язык, что вот они все такие воинственные люди, что они вышли из лесов, германские племена, и поэтому у них такой грубый, каркающий, на звучание язык. Но потом выяснилось, что все это не подтверждается. Это не подтверждается. Тем не менее, существует достаточно много различных интересных фактов, которые следствуют о том, что, безусловно, среда влияет на язык, но исключительно с очень практической точки зрения. Ну, например, на словарный запас, на его, скажем так, наполнение, то есть какие-то явления, которые присутствуют в цивилизации, они находят отражение в языке. То, что человеку важно отразить, вот я говорил там про дождь, существует еще одна легенда, что у эскимосов есть 50 слов для наименования снега. Это не так, но там с этим, конечно, сложнее, чем в русском, потому что эскимосу этот снег важнее, чем русскому. Во многих языках, например, в Азии, там нет общих таких слов, как птица, рыба и так далее. Там есть очень конкретные понятия, какая рыба, какая птица, потому что для них это важно. какая-то птица съедобная, какая-то птица несъедобная, какая-то там наводит человека на мед, если это полезно и так далее. Поэтому ему важно конкретизировать, какая птица. Он не скажет, вот птица летит, ему это не нужно. Для нас вот эти генерические так называемые слова играют роль. Поэтому, естественно, среда формирует в какой-то степени язык, но нельзя сказать, что психология народа воздействует на формирование языковой структуры. Это первый вопрос. Второй вопрос. По поводу нейро различных исследований и языка. Безусловно, здесь очень много различных сейчас происходит таких вот междисциплинарных исследований, как психолингвистика, например, как попытки связать различные мозговые процессы с языковыми процессами. Я считаю, что это такая новая дисциплина, она достаточно молодая, она только-только формируется. Пока еще очень мало исследований, потому что не определенная еще методология, методы не ясны, как это все исследовать. Поэтому за этим, конечно, будущее. Человек постепенно накопает все глубже и глубже. Вот то, что я вам сейчас рассказал, на самом деле, вот про тоны, про различного рода языковые явления с точки зрения звуков, это стало очевидно только в последние десятилетия. До этого люди даже этого не могли. Они просто не слышали, не понимали этих явлений и считали, что их нет. Сейчас уже язык, мы знаем, что он значительно сложнее, чем его представляли ученые 50 лет назад. Поэтому, что будет еще через 50 лет, очень сложно сказать, но, конечно, там нейроразличные исследования будут играть большую роль. Когда вы разговариваете с вашими подопечными, информантами, так называемыми, вы от них перенимаете их язык, вы слушаете, что они говорят, изучаете этот язык, а перенимают ли они от вас что-то? Может быть, какие-то, вы показываете им какие-то вещи, да, или какие-то события объясняете, берут ли они от вас какую-то информацию, как они относятся к тому, что вы им говорите, как вы им говорите. Спасибо. Да, спасибо, хороший вопрос. Вы знаете, я вам сейчас две истории расскажу. Однажды я в Африке работал, и я собирал словарь языка, словарь, и в конце концов мы уже все такие вот общеупотребительные слова разучили, я их записал, потом я пошел на рынок и купил там всяких фруктов и овощей, чтобы понять, как он их называет, потому что ему же не скажешь вот это, как у вас называется, может он не знает, что это означает. Поэтому я накупил всего, я прихожу, говорю, вот ананас, он говорит, вот так это называется, я говорю, вот огурец, он вот так, я ему помидор кладу, он говорит, что это такое? Это что? Я говорю, вот я на рынке у вас купил, вот сходил, сбегал и купил, ты не видел никого? я никогда не видел, что это такое? Ну он там из деревни приехал, из далекой, глубокой, я ему говорю, смотри, иди к своим помидор. Еще у меня был второй случай, связан с тем, что я внес, я горжусь этим, я внес в язык зиало, вот как раз язык, который я открыл, так сказать, исследовал, внес в него русское заимствование. Это слово фигня, потому что, потому что, значит, они очень вежливые люди, они когда с иностранцем рассказывают, они все время говорят спасибо, спасибо, на своем языке, а я им говорил, ну фигня. и они, я так часто, видимо, это употреблял, что я в конце концов услышал, как они между собой это слово употребляют, я понял, что в языке только что родилось новое слово, потому что один другому сказал спасибо, а тот ему говорит, фигня, а потом я уже слышал, это означает, не стоит благодарности, а потом я уже услышал, как один другому говорит спасибо, а другой ему говорит, фигня, фигня, что означает, вообще не стоит благодарности. Ну, я прошу прощения, но более ничего путного я в эти языки не внес. Извините, пожалуйста. Подскажите, пожалуйста, во всех ли языках, которые известны, есть ненормативная лексика? И чем вы это объясните? Теперь во всех. На самом деле нет. Нет, к вашему удивлению и к моему собственному, русский язык очень сильно славится ненормативной лексикой. Потому что жители сопредельных государств, если хотят существенно ругнуться, они употребляют русские матерные слова. Например, прибалтийские народы, среднеазиатские на Кавказе, потому что в их языках такого нет. Там самые какие-нибудь жуткие ругательства – это тухлое яйцо. Вот в китайском языке это страшное ругательство, человек падает замертво. Или вот в корейском языке есть слово «ном», которое означает просто плохой человек. Но это там страшное ругательство. Ты не можешь назвать человека старше себя, например, на год «ном». Ты его просто оскорбишь навсегда. Но это нормальное литературное слово, оно употребляется в книгах везде. То есть можно про Гитлера сказать, что он «ном» и по телевизору это сказать. А вот такого, чтобы не нормативное, честно говоря, таких очень мало языков, где есть действительно слова, которые мы не можем произнести в обществе. Не можем, но они существуют. Вот это феномен русского языка, как ни странно. Да, пожалуйста. Спасибо, Кирилл Владимирович. Хотела спросить. Вот вы говорите, что психологически, как-то, ну, национальная психология не влияет на формирование языка. А что тогда влияет? Как вы относитесь к теории, что на фонетический строй языка, ну, там количество согласных, гласных, влияет окружающая среда, в смысле климатическая? То есть чем разреженнее и плотнее воздух, там больше согласных, больше гласных, больше горловых, щелчковых, там зависит от состава воздуха. Вот есть такая теория. Вот вы мне хорошо, что напомнили. Там вот я про немцев рассказывал, которые такие все, значит, грубые и агрессивные, поэтому ругаются все время. И любое немецкое предложение звучит для человека как ругайся. Так вот, еще говорят о том, что вот горные народы, народы, живущие в горах, они, как правило, используют больше согласных, используют больше там жестких каких-то придыхательных и так далее звуков, именно потому, что они живут в горах. А на равнине, как бы, речь такая более раскатистая, более плавная. И это объясняется климатом. Нет, это не так, к сожалению, это пока не доказано. Может быть, будет когда не доказано, это очень интересная теория, но пока доказательств таких не существует. Спасибо вам большое за много всяких интересностей. и хороших эмоций в том числе. Сегодня уже начали на эту тему задавать вам вопрос про любовь. И вот мой вопрос такой. Как родилась ваша любовь к языкам? Настолько сильная, что вы выучили их 12 штук целых. И второй вопрос. Есть ли любимый и нелюбимый язык? Или же они все, как дети, любимы по-своему? Да, спасибо, очень интересно. На самом деле, действительно, это вот какая-то такая страсть, которая, не знаю, что ли, генетически во мне сидит. У меня в семье никогда не было лингвистов. И родители и близкие люди, значит, представляли с собой стену непонимания, когда я с пяти лет начал интересоваться языками и выписывать всякие иностранные слова. Я спрашивал у них, сколько на свете языков, на каком языке там говорят, всем они ничего, значит, этого не знали, потому что они оба математики. И они, так сказать, меня так мягко гладили по голове сочувственно и проливали скупую слезу. Потом, когда, значит, стало понятно, что я не прекратил это занятие, я уже ходил в библиотеку и учил всякие языки, то мне было сказано, что на этом невозможно денег заработать, поэтому я должен идти в технический класс, что еще больше усилило, естественно, мое вовлечение к языкознанию. Ну, жизнь сложилась таким образом, что все-таки, да, мне удалось дойти до своей мечты и заняться все-таки наукой, хотя я много лет проработал в бизнесе, ну, чтобы с голоду не умереть, потому что люди, которые занимаются исключительно языкознанием, они, значит, очень сильно тужат. Но, тем не менее, это вот такая штука, которая живет всю мою жизнь, меня сопровождает, и это вот такая мечта, которая мне греет души. Я как только вот сажусь там, откладываю свои бизнес дела, сажусь заниматься какими-нибудь языками, вот мне прямо становится хорошо на душе. Я считаю, что у каждого человека должно обязательно такое что-то быть. Это первый вопрос. И второй, абсолютно правильно вы сказали, каждый язык, вот для меня это как живое существо, это как, вот знаете, как к девушкам, вот к ним относишься, в ком-то что-то нравится, вот в ком-то это здорово, а в ком-то вот это красиво. Вот есть, которые прямо вот к душе, есть, которые не нравятся совсем, ничего с ними не получится. Не надо с ними встречаться, с такими языками, потому что не выйдет. Нужно встречаться только с теми языками, которые тебе лежат в душе. И они тебя полюбят, так сказать, и ты их. И поэтому я вот, например, в институте, я изучал корейские и японские языки в МГИМО, и корейский, я не знаю почему, вот не нравится это все, ну что делать. И вот он 5 лет каждый день, а потом госэкзамен, диплом надо писать на нем. Я написал, издал, но я через несколько лет буквально понял, что я не знаю корейского языка. Просто я не помню вообще ничего. Я приехал в Корею, я там забыл, как сказать, у меня нет, или что-то вот такие вот обычные фразы. Поэтому это, конечно, зависит от вашего отношения. Если вам вот язык пришелся, вот вам нравится, то тогда, значит, с ним все сбудется. Спасибо. Я надеюсь, ответит. Спасибо вам большое за информацию, за такую интересную и очень такая подача у вас легкая. Приятно слушать. А вопрос мой более такой. Вот в русском языке очень тяжелый синтаксис, то есть тяжелая вот эта расстановка знаков припинания, да, авторские запятые. Вот встречается ли такое вообще явление и есть ли такой же тяжелый по синтаксису язык другой? Ну запятые – это не синтаксис. Запятые – это свойство письма, не языка. Потому что если мы не будем ставить запятых, все равно язык останется тем же, и синтаксис будет тот же. Это именно вот орфоэпические нормы, принятые в языке. В английском, например, они не приняты. Перед причастием не ставится запятая, а у нас в языке ставится. Это просто люди придумали ставить ее, а когда-то никаких знаков припинания не существовало. Если вы почитаете какой-нибудь астромировая Евангелие XI века или повесть временных лет, поверьте мне, вы не найдете там запятых. Что было существенно, конечно, проще. Поэтому нет. Синтаксис, конечно, в русском языке чрезвычайно сложный, потому что есть всякие причастные обороты, идеи причастные, есть сложные предложения. Но это, знаете, это свойственно письменным языкам. Чем глубже литературная традиция, тем сложнее язык, тем длиннее предложение. Вот в каких-нибудь языках, в языке май, о котором я рассказывал, там вообще нет сложных предложений, просто нет. Мы пообедали, я вошел в комнату. А не будет так, когда мы пообедали, я вошел в комнату. Они просто не умеют такие вещи складывать, потому что им это не нужно. Они как бы просто, это называется, соположение, когда рядом стоят разные короткие предложения, а мы переводим это сложным предложением. Поэтому сложный синтаксис в основном связан с литературными языками и им свойственным. Спасибо. Так, пожалуйста. Спасибо. Очень много интересного сегодня было услышано. Особенно мне поразил, конечно, последнее о русском языке, где что стояло и лежало. Я хочу спросить, вот, меня заинтересовал последний сюжет, когда вы сказали, что вы привнесли в язык очень интересное слово «фигня». Есть ли такое понятие вообще в принципе эластичности языка, то есть восприимчивости? Мы знаем и много говорим о том, что русский язык, у нас много заимствований существует. И у лингвистов там существуют какие-то опасения, что засорение идет языка там и так далее. Но есть ли так, вот как бы разница между языками, которые воспринимают или не воспринимают эти заимствования? Понял, да. Спасибо большое. Хороший вопрос, довольно частый, кстати, вопрос. Люди русские опасаются, что заимствование не искажает язык, постепенно портит его. На самом деле это, конечно, связано исключительно с культурными явлениями. Чем больше культурных явлений мы получаем, прививаем в нашу культуру, тем больше будет новых слов. Это нормальное явление, это свойственно, в принципе, любому абсолютно языку. В японском языке 60% слов являются заимствованы из китайского языка. Это просто русскому языку не снилось это. В русском языке таких процентов 5. И тем не менее японский язык никуда не девается. Он продолжает существовать, он их адаптировал и выплюнул, так сказать, и продолжает пользоваться своими японскими одновременно. Поэтому никакой здесь опасности нет. Что касается, какие языки проще или сложнее усваивают эти заимствования, то это на самом деле во многом зависит от политики государства. Если государство будет этими заимствованиями заниматься и делать так, чтобы вместо заимствований в языке прививались исконные слова, значит, так оно и будет. И некоторые языки этим занимаются. Вот, например, чешский язык. В нем было такое движение, оно было не государственное, а общественное. Когда они заменяли все заимствованные немецкие слова, придумывая взамен них чешские исконные. То же самое произошло с эвритом, когда эврит восстанавливали из древнееврейского. То же самое происходит, например, в литовском языке. Там очень много слов, которые приходят из английского, например. Они адаптируются и превращаются в исконно литовский, именно потому что за этим стоит политика государства. У нас просто этим никто не занимается. Хотя такие случаи бывали. Вы же знаете, наверное, что самолет раньше именовали аэропланом. В 1930-е годы, почитайте любой журнал, газету, там написано аэроплан. А потом возникло слово самолет. А вертолет именовали геликоптер. И это считалось нормальным. Но потом слово геликоптер заменили, это греческое слово, его заменили на вертолет, на русское слово. Таким образом, это было сделано просто подачей государства. Поэтому это зависит исключительно от госполитики. Если мы хотим иметь наш язык более или менее чистым, так называемым, тогда мы должны этим заниматься. Но с другой стороны, здесь ведь какая еще ситуация? Многие слова, мы думаем, что они русские, они не русские. Они заимствованы просто очень давно. Стол, например, это заимствование из голландского языка. Или зонтик, то же самое, тоже заимствование из голландского, кстати говоря, языка. И, кстати говоря, не зонтик от зонта произошел, а наоборот зонт от зонтика, что очень интересно. Ну вот, поэтому здесь, на самом деле, нам никуда от этого не сбежать, ничего в этом страшного нет. Русский язык все адаптирует и будет прекрасно существовать. Просто он любое слово начинает склонять, там, аплоуднуть, зафрендить и так далее. Вот и все. И восстановится русское слово. Спасибо большое за лекцию. Хотелось бы спросить, изучали ли вы углубленно какие-то европейские языки? И какой вам наиболее понравился из этих европейских языков? И какую литературу вы можете посоветовать для изучения, к примеру, итальянского языка? Спасибо. Спасибо за вопрос. Ну, конечно, а как же жить? Если мне приходится работать с зарубежной литературой или за рубежом в этих экспедициях бесконечных, там приходится учить эти языки, скажем. В Африке, чтобы работать, нужен английский язык или французский язык. В Латинской Америке нужен испанский язык. На Ближнем Востоке нужен арабский. И приходилось их учить, в том числе и для этого. Поэтому из европейских я более или менее… Я, кстати, итальянского не знаю. Я могу объясниться, потому что я знаю латынь, испанский, они очень близки. Но я не могу сказать, что я знаю. Скажем, я не напишу сейчас статью на итальянском языке точно. А так вообще, конечно, тут литература-то никакая не нужна, просто нужен учебник какой-то хороший, желательно там современный, пусть он будет не советский учебник, а современный, такой не переизданный, а вот новый, который недавно издан. И наш русский, то есть условно написанный русским человеком или коллективом русскоязычных людей, потому что вам методика эта уже будет знакома. Она русская методика, она очень сильно отличается от зарубежной. Поэтому берите просто какой-нибудь приличный учебник по отзывам, который был бы там последнего времени и написан русскими людьми. И у вас все получится. Расскажите все-таки, как вам удалось открыть новый язык. Вы обещали. Открыли язык, да, спасибо, прекрасно. Значит, смотрите, было так. Я нашел… Я вообще, я всегда хотел, у меня была мечта. Вот я в детстве написал себе мечты, и одна из них была открыть свой язык. Поэтому я к этому шел, я знал, что на свете существуют неоткрытые языки. Ну, знаете, как острова. Кто-то хочет Антарктиду открыть, но она уже открыта. Беллин с Гаузеном, ничего не поделаешь. А вот язык народа еще можно открыть. Еще есть такие места нехоженные, где живут такие люди. И я когда начал заниматься африканскими языками, потому что я решил, что моя докторская диссертация будет по африканским языкам, я наткнулся на материалы миссионеров, которые путешествовали по Западной Африке. И в этих материалах было написано. А вот еще здесь живут такие люди из Яло, у которых якобы тоже свой язык. Точка. Больше про них нигде не было никакой информации. И я, значит, решил, что вот оно. Поэтому я вписался в экспедицию, которая возглавлялась, по-моему, Санкт-Петербургским университетом. И мы поехали туда. Но у них были свои задачи. А я сказал, я поеду вот туда, в тот район, и попытаюсь найти этих самых Яло. Я прибыл в город, через третьи руки нашел человека, который действительно разговаривает и на французском, и на Яло одновременно. И я сказал ему, поехали к тебе в деревню, мы там посмотрим, что это такое за народ. Действительно ли вы разговариваете на неизученном языке, и после этого будем с тобой работать. После того, как ему было продемонстрировано некоторое количество денежных знаков, он быстро согласился достаточно, и мы отправились, собственно, в эту деревню. Там у меня, к сожалению, не сразу все сложилось, потому что я попал в тюрьму за шпионаж в супрефектуре, в такое большое село, типа маленького городка. Потому что меня там повели к старейшинам. Старейшины сказали, что ты тут делаешь. А я им, значит, открыл карту такую огромную, у меня была карта этого района. И сказал, ну где тут у вас еще, в каких деревнях проживают эти ваши ЗИАЛО? И они не могли понять, зачем я здесь нахожусь. Они не могли усвоить мысль, что человек приехал изучать язык, откуда-то издалека, там из Москвы. Для них это странно. Если бы я еще приехал что-то покупать или продавать, или полезные ископаемые выкапывать, тогда они бы поняли. Поэтому они на своем совете решили, что я шпион, и приехал поднимать восстание ЗИАЛО против центрального правительства. И мне было сказано, что я пока посижу в тюряге муниципальной до того момента, как приедет полиция. А потом меня отсюда заберут навсегда. Значит, на что я пришел, естественно, в панику. У меня виза, у меня как бы там время идет, я должен язык открывать на секундочку. А тут я сижу в этой тюрьме без окон. И я там один сидел, причем. Я посидел-посидел какое-то время, потом понял, как они будут искать полицию. Это значит, они пошлют какого-то мальчика, он пойдет пешком 80 километров туда в город, где есть полиция. Полицейский там будет две недели думать, а потом придет тоже пешком ко мне. И, значит, я здесь посидею. Поэтому я стал ломиться в дверь, кричать, чтобы мне позвали опять моего этого информанта. Информант, значит, расслабленный пришел, он спал. Я сказал, товарищ, собирай еще раз старейшин, я буду толкать речь. И я говорил по-французски, он переводил на зиало. Я сказал, что смотрите, друзья, я приехал изучать ваш великий язык. О нем никто ничего не знает и никогда не узнает. И все будут думать, что вы здесь говорите на самом деле на языке ваших соседей, народа лоома. Они говорят, как мы на лоома, да мы там вообще о них ноги вытираем. Я говорю, ну вот видите, а если я напишу книгу, я вам пришлю ее, и это будет великая книга, которой ваш язык заслуживает, как величайший из языков на земле. Спасибо, спасибо, спасибо. И после этого они так посвящались, посвящались между собой, потом говорят, ты у себя дома, это твой брат, вот живи с нами. Они дали мне хижину в деревне этого человека, хижину, снабжали меня едой, я там сидел и изучал этот язык. И потом стало понятно, что он действительно отличается от языков соседних народов, потому что они друг друга не понимают. И таким образом было доказано, что это самостоятельный язык. Я подал заявку, есть такой регистр языков в мире, в этом регистре признали, что это язык независимый. Я написал на нем книгу, издал ее в России, за рубежом, теперь это наш язык. Ура. Есть ли в различных культурах табу на произнесение слов женщинами и мужчинами? Какие запрещенные слова? Конечно. Табу вообще очень интересное явление в языке, очень развито в языках Тихого океана, в Австралии, очень много всяких интересных штук. Табу, например, на произнесение личных имен. Женщина, она может знать личное имя мужа, но она не может его произносить, она его называет по-другому. Имена всех его родственников, она не может сказать, твоя сестра, слова, она должна говорить как-то иносказательно, типа, это прекрасная женщина. Или что-то в этом роде. Хотя какая она там. Вот. Поэтому здесь, конечно, там это очень сильно иногда формирует даже язык. Вот Миклуха Маклая, у него был прикольный, есть такая история, вот он первый раз побывал в Новой Гвинеи, потом выучил там язык этот, на котором говорили его друзья, и через некоторое время вернулся назад на эту Новой Гвинею и понял, что они говорят на другом языке, а люди те же самые. То есть он им говорит вроде слова, а они ему говорят, что это по-другому звучит, там слово хлеб, там, не знаю, слово там топор или что-то еще. Выяснилось, что эти слова табуируются со временем, потому что кто-то умер, кто носил похожее имя. Ну, то есть человек, например, которого называли там, например, рыбу, вот он умер, следовательно, слово рыба произносить нельзя. И теперь рыба будет называться, например, плавающая, вот, там, скользкая, да, и вот, как бы, таким образом, буквально за жизнь одного поколения базовый словарный состав может совершенно измениться из-за табу. Это, конечно, удивительное явление, но, тем не менее, вот существует такая штука в языках, да. Спасибо, Кирилл. От меня последний дилетанский вопрос. Вы сказали, что в древнем грузинском языке мало гласных. А как они поют тогда? Так хорошо. Так и поют, но а что делать? Находят одну и тянут? Ну, слушайте, с небольшим количеством гласных можно петь. А вот вы попробуйте петь, например, когда у вас в языке вот эти тоны, да, когда одну ноту нужно произнести на определенной частоте, а она у тебя в песне по-другому звучит. Вот это, на самом деле, феномен, который я вот, например, до сих пор не разобрался. Как они там, вьетнамцы, например, как они поют, у них же шесть тонов. Или как китаец может шепотом говорить, ведь при шепоте тоны не слышны. Вот он скажет, а это что, это лошадь или это мама, или это ругать, что он сказал? Вот это как бы не очевидно. Поэтому еще очень много явлений языки, которые нам нужно с вами изучать. И поэтому я вас всех призываю, это очень интересно. Если кому-то будет занятно посвятить какое-то время лингвистике, то добро пожаловать. Вот если у кого-то будут еще вопросы, вот тут есть мой e-mail на доске, по нему можно эти вопросы задать. Спасибо вам большое. Спасибо.